Это новая серия ведрошоу, в котором нам выпала возможность побывать на самом настоящем внедорожье и местах, где вероятность встретить прожающий мимо автомобиль меньше, чем встретить представителя инопланетной цивилизации. Также целью нашей поездки была доставка гуманитарной помощи. Мы поехали на Mitsubishi Pajero Sport, который ранее испытывали на легком внедорожье и даже покоряли одну из вершин Карпат. В этот раз наш маршрут пролегал от речки Мизун через Северные Гарганы и до озера Синевир. С собой мы взяли камеры GoPro 4-го поколения, зарядное устройство PowerTraveler и 3G-интернет от Intertelecom. В первый день по пути в Карпат мы свернули в сторону ровно и заехали в известную достопримечательность Тоннель Любви. Это действительно романтическое место, несмотря на сюрпризы, которые преподносит природа. А после взяли путь на выгоду, где и остановились на ночь. Прямо едете на выгоду. Кольцо будет километров, то можно сюда ехать и потом налево, но вы можете попутать. А так прямо едете километр, ну трошка больше будет кольцо. А вы берете заон направо и проезжаете километров 45 вегу добудет. Давай, дякую вам, дякую вам. Только комната в нашем доме. Здорово. Потом перегоните туда машину. На следующий день наша экспедиция брала свое начало, но погода этому не особо способствовала. Ну что ж, друзья, утро первого дня. Мы находимся в Карпатах. Это Дима, меня зовут Саша. И мы выдвигаемся в настоящую экспедицию. Вы смотрите ведрошоу. И это не стандартное ведрошоу, которое вы уже привыкли видеть. Потому что, несмотря на то, что у нас Pajero Sport, который вы в принципе уже могли видеть в предыдущих выпусках, сегодня он будет испытан и на протяжении следующей недели он будет испытан по самое не хочу. Как вы можете видеть вот там, это стоит нормальный экспедиционный автомобиль. В плане он подготовлен. У него подготовленная подвеска. Очень важно, что у него резина подготовленная. У нас Mitsubishi Pajero Sport в самом стоке, даже на обычной резине. Самая сложная, самая печальная всего этого стока, это резина, которая... Мы ездили зимой на обычной зимней резине. И сейчас летом у нас такая же ситуация. Единственное, что нам позволяет заехать дальше, это куча внедорожников, которые нас подцепят и вытянут. Самое главное, что вам надо знать, что сегодня мы едем не одни. У нас будет много подготовленных автомобилей. Едем мы в рамках проекта Территория Х. Этот Mitsubishi Pajero Sport, собственно, везет гуманитарную помощь. Вы это все дальше увидите. Но в любом случае, я думаю, будет интересно посмотреть, насколько этот автомобиль доедет в стоке. Потому что, если его подготовить, он доедет точно куда угодно. Но вот посмотреть, насколько он отличается от таких вот хардкорных автомобилей, ну, мне лично это такой новый экспириенс. Пару слов о наших партнерах. Во-первых, я защитил свои гаджеты, а это iPad mini и iPhone 5s, чехлы, которые предоставил магазин iWorld. Ну и, конечно же, мы никуда не едем без интернета. Интернет в Украине на данный момент мобильный только у Intertelecom. Мы это уже протестировали многократно. Даже сюда ехали, я делал трансляции в Periscope. И только у Intertelecom вообще был интернет. Также мы взяли с собой экшн-камеры GoPro, чтобы снимать фото и видео в экстремальных и просто интересных моментах. Первоочередным заданием была доставка гуманитарной помощи в городе Долина. Собственно, финально мы сортируем, перебираем гуманитарную помощь, который предоставил благотворительный фонд «Территория жизни». Ее будет развозить наш Mitsubishi Pajero Sport и еще один ASX по обычным дорогам. И, собственно, мы готовы, наверное, уже выдвигаться. Пошла и показывает твоя хата. Так, а кто болевать любит рассказать? Я, дядя! Так, поделитесь с братиками и сестрами? Дядя! Баба, это так? Будешь носить? Привет! Привет! Стоять! Сегодня мы доставили помощь шести семьям, каждая из которых проходит свои вызовы. Очень тяжело смотреть в глаза человеку, который переживает потерю. Этим утром мы еще раз поняли, что несмотря на все трудности и суету, нужно стараться быть небезразличным к окружающим. И теперь мы были на пути к настоящему внедорожью. Что я хочу сказать, мы сейчас едем между селами, где-то очень далеко. И 3G, опять же, здесь есть только... Я не знаю, как оно работает, мне принцип работы, покрытия вообще не интересует. Главное, что у Интертелеком 3G есть. Вот это вот единственное, что меня интересует, проверили уже и на видео. Ну и вот, собственно, трансляцию делаю, потому что... Ну это удивительно, что я не в мегаполисе, а где-то в гребенях, и делаю трансляцию на перископ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сначала люди смотрят, причем на резину так никто вообще не смотрит, потому что, мне кажется, настолько логично, что она должна быть какая-нибудь зубатая. А смотрят, ну да, не подготовлены, там пороги эти есть, там то-то, сё-то, третье-десятое. А потом, когда дело доходит до резины, люди тупо слов особо не подбирают. Кстати, да, надо напомнить, друзья, это Mitsubishi Pajero Sport второго поколения, мы уже два раза на нем отправлялись в путешествие, можете посмотреть их на нашем канале. И ради, ну, кто не смотрел еще, я напомню, что у нас машина на коробке автомат с дизельным мотором, 2,5 литра. Из опций для оффроуда, которые здесь есть, это только защита, наверное, агрегатов внизу, у нас есть защита раздатки, защита бака, и, ну, основная там защита поддона картера и так далее. Короче, сток у нас. Больше у нас ничего нет, у нас обычная резина, но, благо, есть несколько экипажей запимпанных машин, которые смогут нам помочь, если там... Не если, а когда у нас начнутся какие-то... К сожалению, никто не предполагает, что у нас они начаться не могут, они точно будут. Мы приехали к месту встречи с остальными экипажами, но когда увидели, с чем нам придется иметь дело, мы поняли, что, мягко говоря, не совсем подготовлены. Народ, мы выезжаем сейчас в новое место назначения, новый лагерь, нам выделили свое место в цепочке. Я присутствовал при консилиуме, и я видел, как автомобили расставляют, и они обсуждали, кто за кем поедет, таким образом, чтобы всех, кто, ну, грубо говоря, слабое звено, можно было потянуть и вперед, и назад лебедкой. Поэтому спереди нас едется предыдущий Bajero Sport, и сзади у нас также есть с механикой Cruiser, который, в принципе, может потянуть нас назад. У нас машина с автоматом, это не самый подходящий компаунд для данных условий, но тем не менее. Здесь Super Select и Select. А кому это сказать, это же не тебе. Кто? Тема, Артем, Артем, слышишь меня? Артема спрашивают План сегодня такой Этот лагерь был разбит два дня назад И сейчас мы едем Сначала вот в этот брод А потом нам предстоит Очень сложный, как нам сказали, подъем У нас, кстати, есть Сейчас покажу Не знаю, покажу, не покажу, покажу У нас есть мачете вот такая Или вот такое, не знаю Которым надо будет вырубать Все на своем пути Потому что перед нами люди тоже этим будут заниматься Но не факт, что будут выгребать все И, собственно Потом у нас будет куча грязи Вот эту вот объезжай, левее, левее А я еще вижу камень справа То есть слева И где-то часа через 3-4 Мы разбиваем новый лагерь Мы идем сейчас на пониженное Включили между собой дифференциалы пониженное И вот потихоньку катимся Гребом, гребом, выехали с реки И теперь ползем вверх Сразу после выезда перед нами стало первое испытание Это крутой спуск в реку С последующим подъемом По мокрым камням и глине И если бы мы встретили такое раньше Мы бы без разгуми развернулись И поехали назад А тут еще и у других не с первого раза Выходило заехать вверх Вот сейчас мы будем с первого раза Вверх И вот здесь мы видим Вверх Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 После короткого отдыха мы выдвинулись дальше. Выехали сейчас на такое бездорожье. Здесь слой грязи, но не очень большой. Но тем не менее бывают труднопроходимые места. Но нам пока таких испытаний, на которых мы хоть раз засели, начали шлифовать и ни вперед, ни назад, такого не было. То есть вообще не было ни разу, чтобы мы вообще засели. Тем не менее хочется сказать, что хрен сюда вы на свои девятки заедете. Да, и на четырки тоже хрен заедете. Если вы хотели уже оставить комментарий, да фиг ли я сюда на свои девятки заеду, так вот нет, не заедете. В момент, когда все вроде бы шло как по маслу, случился первый трабл. От троса в радиусе, чтобы, не дай бог, где-то нерванул трос. Железо-байка. Право, руль, право. Право, руль, право, право. Право, право. Ровно, ровно. Право, руль, право. Вот так. А здесь, да, в порядке так. Трубень просто. В общем, только что ситуация была. Спорт, который ехал, едет перед нами, собственно, вот он. Он поехал не на ту развилку. Ошибся. Да, и решил выехать на узкоколейку. И там, получается, был не виден, прикрыт травой густой. Очень большой такой обрывчик. Яма, типа, там, железная труба, то листок какой-то. И за ней вообще пусто. И вот он конкретно туда вывесился. То есть, ну, так, что пришлось... Не, ну, я вижу только... Да, да, машина резко вывесилась. И масштаб, наверное, вообще было стрёмно. Ну, понимаешь, в масштабе их мне не сильно страшно. Потому что у него тачка подготовленная, лифтанутая и всё. Но нам так ошибаться нельзя. Потому что это... Ну, поэтому мы, собственно, едем за кем-то. Но было бы не прикольно, если бы он проехал. А мы поехали бы за втуям попали. Ошибки для всех есть. Потому что тут все кто-то за кем-то едет. Вот он тоже за кем-то едет, но поехал всё равно не туда. Да, и вытягивали тросом. Сзади крузак подъехал. Мы отъехали, пропустили его, он его вытянул. А мы втроём перевешивали автомобиль. Сначала втроём, потом вдвоём, чтобы он не перевернулся. Потому что если мы спрыгиваем, то машина уходит туда, на левый пол. Вскоре перед нами стало ещё одно препятствие. И после просмотра того, как с ним справляются другие автомобили, Дима дал заднюю и не захотел брать ответственность на себя. Снимать автомобиль. Продолжение следует... Продолжение следует... На удивление после этого препятствия мы остались с бамперами и даже порогами. И опять водные преграды сменились грязью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в момент, когда опять-таки казалось, что преград для нашего Митсубана не существует, мы таки встряли. Первое место, которое Паджиро своим ходом пройти не смог, в Кизле из-за резины мы засели. Тупо из-за резины, да, оно просто шлифует и все. Как видите, картина, это... Такой, кстати, импрессионизм очень ценится. И тут его опять понесло. Все, и продать, это как произведение искусства будет. Но тем не менее, сейчас, мне кажется, будут уже тянуть нас. Мэн, а что ты все время уходишь до пуска? Первое, в натяжечку, потихонечку, в пиды, я... То есть, не рвать, не рви, не рви. Стой, стой, стой! Давай, лежай на хокол. Стоп! Добрюска резина, не было в этом... Сюда, вот. Как оказалось, сегодняшнее препятствие дали о себе знать. Первое непредвиденное обстоятельство. Мы трохи сломались. И на данный момент у нас есть в районе заднего моста защита кардана, которая, когда мы проходили одну колею, оторвалась. И теперь она, ну, она в форме ковша, вот такого, отцепилась. И нагребает под собой все, что там есть. У нас клиренс теперь стал в два раза меньше из-за этой штуки. Сейчас мы будем поднимать машину и смотреть, возможно ли ее подцепить обратно, или легче ее снять. Ну, короче, будем что-то смотреть, потому что ехать дальше нереально. Да, да, можно. Спустя полчаса полевого ремонта мы снова были в строю. И уже совсем скоро все вместе принялись разбивать лагерь. На ночлег мы разбили лагерь в глубинке карпатского леса, куда автомобили попросту не доезжают. Из каждого автомобиля доставались разные спальники, палатки и другие мешки. Затем все это вынималось, разворачивалось и устанавливалось. Но мы-то знали, куда мы едем, поэтому наш дом был преждевременно установлен на крыше и раскладывался за считанные минуты. Я взял сюда два рюкзака ОДЖО. Один тот, который у меня на каждый день. Там у меня всякая мелочь и дребедень, просто она не помещалась сюда. А второй это новый рюкзак ОДЖО АКВАТЕК. И здесь вся одежда, которая должна быть сухой. Прикол в том, что этот рюкзак создан как раз для того, чтобы сберегать все в сухости. Смотрите, как все работает. Отстегиваем две такие штучки. Сверху распакуется фигнатень и внутри все будет сухо. За первый день по внедорожью мы проехали всего пару десятков километров. Но по нашим ощущениям, это были сотни. Несмотря на все пройденные трудности, наш митсубан держался в строю. Но это было только началом нашего испытания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Короче, как субтитров Это металлика! Выключи металлику! Субтитры создавал DimaTorzok